К сожалению, это произошло трубу Медведчук спрячет за белорусами. Объясню коротко, хотя сложно коротко. У нас с советских времен заходит на территорию Украины транснефти, труба российской транснефти, которая несколько лет назад была решением суда, переданной Украине. После этого при Порошенко в 2016 году рядовая судья Ровенского суда принимает решение, что нет, нужно дело по вновь открывшимся обстоятельствам пересмотреть. И этими обстоятельствами оказались документы российского Министерства энергетики 90-х годов. И аннулирует передачу Украине. После чего связана с Медведчуком швейцарская фирма «Прокладка» покупает это у российского транснефти и становится владельцем этого очень ценного актива. Это труба, по которой качается дизельное топливо. И на сегодняшний день с нуля процентов Медведчук контролирует 40% импорта дизельного топлива. Если вы заправляетесь дизелем, высокая вероятность, что вы платите в конце концов деньги Медведчуку, потому что его топливо продается не только на заправках «Глузка», которые связаны с ним, но и на других заправках, которые берут их по опту у него, когда она качается по этой трубе из России. Для русских слушателей, Иван, передай русским расследователям. Медведчук имеет огромную скидку в Роснефти, которую этот дизель ему продает. В России все расследователи уже лежат в земле сырой, поэтому передавать некому. В Роснефти они тоже россиян намахивают на этом. Не может быть. Никогда не поверю. Медведчук подсадил тупо Украину на новую энергетическую иглу. Петр Алексеевич любит рассказать, что мы слезли с российской газовой зависимости. Только он забыл сказать, что мы залезли на российскую дизельную зависимость от Медведчука. И ему сейчас ситуацию дестабилизировать вот так вот. Медведчуку? Медведчуку, конечно. Просто перекрыв поставки. Он контролирует 40% импорта. А мы говорим, ну ничего, у нас же еще есть машины на газу ездят. А на газу он уже 30% тоже контролирует. Благодаря СБУ имени Петра Алексеевича, которая уничтожила конкуренцию и позволила Медведчуку... То есть ты имеешь в виду, что это становится вопросом национальной безопасности? А теперь я приведу три примера, почему Порошенко сообщник Медведчука. Первое. Я очень коротко, Иван, сори. Первое. Судья, которая эту всю аферу вровно провернула, в декабре прошлого года была назначена судьей. Позже ТЕВО указом президента Порошенко, получив необходимый позитивный вывод Высшего совета правосудия, контролируемый Порошенко. Второе. Передачу трубы от российской транснефти швейцарской прокладки Медведчука, а сейчас от швейцарской прокладки белорусам, которые будут фронтировать Медведчука, согласовал антимонопольный комитет, который тотально контролируется администрацией президента, в частности Алексеем Филатовым. Терентьев – это однокурсник Филатова, а зампред – это бизнес-партнер Филатова по бизнесу. Нижник. И третье. На рынке сжиженного газа, который в машины заливается, сейчас владельцы знают, что это дешевое топливо, конкуренция была уничтожена руками СБУ, которая в конце 2016-го, начале 2017-го года возбудила дела за финансирование терроризма против независимых трейдеров. И пока она их расследовала, а они стояли на границах заблокированные, появился белый пушистый компания Proton Energy имени Медведчука, которая сейчас тоже контролирует треть рынка. И если вы даже покупаете не на Глузко, а это заправки Роснефти, которые Медведчук тоже при помощи антимонопольного комитета Порошенко переписал себе. А даже там на других заправках, там газ тоже идет от Медведчука и его партнера в Роснефти. Поэтому вот так вот, дорогие друзья, рассказывайте нам про Останье Прощавай, а Петр Алексеевич с Виктором Владимировичем Медведчуком здесь построили себе новую монополию. А про визит? Ирина, посчитай, что на фу...